МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К вам приехали уже не просто как снежный поезд, а как большая писательская и читательская семья. Это объединяющая история про культурную книжную читающую среду читателей, издателей, библиотекарей и так далее. И вот это самое ценное. За это мы и хотим еще раз сказать слово благодарности и надеемся, что мы сможем за этот день впитать как можно больше вот этой энергетики. Мы соблюдаем заветы Николая Некрасова, сети «Разумное, доброе, вечное», осуществляем книжный посев 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok год назад во Владивостоке. Я услышала его выступление и желание провести такое мероприятие, такой фестиваль. Я в первую очередь к нему подошла и попросилась в этот поезд. Я сказала, как бы оно ни проходило, нас, пожалуйста, включите. Потому что на Бурятии невозможно объехать, невозможно обойти. Бурятия, вот она в центре между Азией и Европой. Конечно же, рождаются талантливые люди. Всем успехов, радости, счастья и удовольствия от этой мощной поездки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые члены уникальной книжной экспедиции, книжные кочевники. Меня зовут Аюна Ада Шанемаева. Я представляю Республиканскую детскую и мужскую библиотеку Республики Бурятия. Уникальность, идентичность, в первую очередь, это то, что мы обращаемся к своей истории, к культуре и литературе. Наверное, всем известны вот такие знаковые библиотеки, Белинка, Ленинка, так мы их называем, да, музыка имен библиотек. У нас есть библиотека имени Калашникова, библиотека имени Дашардана Батаржабая, чем именем названа наша библиотека. Мероприятие действительно масштабное, действительно значимое, потому что все-таки, живя далеко за Байкалом, за Уралом, за Байкалом, есть какая-то такая некоторая оторванность от культурных центров, и то, что к нам приезжает целый поезд, 4 вагона с писателями, сопровождающей группой, журналистами. Это очень-очень замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы находимся сейчас в весьма необычной локации, она называется Руины. Почему она так называется и что здесь происходит, мы сейчас узнаем у директора городской библиотеки. У нас есть такое общество, старый город, который занимается восстановлением старых домов, и вот именно они предложили вдохнуть вторую жизнь в нашу локацию. Вот создалась локация Руины, и здесь очень много интересных мероприятий проходили. Нам очень нравится, что к нам приехала гостья Елена Гудкова, мы ее так ждали. Я сегодня не свои стихи стала читать, потому что, правда, я пишу песни, и когда я читаю песни свои, у меня вот тут я не могу, у меня уже мелодия вертится, и мне сложно все-таки песни... Стихи свои нужно петь. Да, абсолютно, абсолютно. А стихи у меня есть, но их очень мало. А вот про Инна Тарасова это действительно... Она правда жемчужина. Жемчужина Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Жемчужина Санкт-Петербурга. Жемчужина Санкт-Петербурга. Жемчужина Санкт-Петербурга.